Большой привет всем! Меня зовут Артик. Я рассказываю о том, как быстро, легко и правильно ремонтировать автомобиль. Сегодня в работе Volkswagen Caddy 2014 года выпуска с дизельным двигателем 1.6 TDI мощностью 75 киловатт. Автомобиль прибыл на станцию с проблемой подтекает охлаждающая жидкость. Причем потекает не очень сильно. Со слов клиента, доливал он два раза охлаждайку, загоралась лампочка. Причем лампочка загорается с периодичностью один раз в две недели. То есть где-то присутствует течь, но она не очень большая, но присутствует. Подняли автомобиль, вывесили, посмотрел, что имеем. Есть подтеки жидкости, присутствуют следы антифриза на двигателе, и, в принципе, здесь стандартная проблема. Стандартная для двигателей объемом 1.6 литра и для дизелей двухлитровых тоже эта проблема является такой распространенной. Конечно же, сейчас видео покажу, расскажу все детально, пошагово, в чем причина, на что обратить внимание и как все это устранить. Конечно же, жду от вас поддержки, виде лайков, комментариев и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Переходим к дефектовке и ремонту. Парсадгинке от Ди, 2014 год, 1.6 ТДИ. Клинжовый цена, то что уходит, охлаждающая жидкость, уходит не очень быстро, доливает он где-то раз в две недели, лампочка загорается и после доливает. Один раз долил, второй раз, видно проблема какая-то. Маленькие капли остаются на парковке, но здесь еще установлена защита и уже защита капает. Сняли защиту, видим подтеки антифриза на поддоне в районе коробки, если здесь вверх по двигателю смотреть, также видим стеки антифриза. Но точно сейчас сказать откуда течь мы не можем. Сейчас здесь все я продую, может помою слегка, подключим насос к системе охлаждения, создадим давление внутри и посмотрим точно откуда течет антифриз. Для создания давления в системе охлаждения имеется вот такой набор. Здесь насос и переходники под расширительные бачки, под крышки на радиатор. Подбираем необходимый нам элемент, устанавливаем вместо крышки в расширительный бачок, вместо пробки. Ну что, даем давление, как я и говорил, где-то 1,3 на 1,4 атмосферы. Ну и теперь поднимаем, смотрим откуда течет антифриз. То мы здесь видим, сейчас получится здесь вылететь на камере. Видно, что антифриз течет ровно по стыку корпуса масляного фильтра и блока. Видите, здесь внизу и смотреть, там дорожка прям бедна. Здесь по правой стороне по корпусу все отлично. С левой стороны я не особо вижу, но здесь внизу явно присутствует течь. Больше здесь течь ниоткуда получается. Все патрубки, все сухое, все отлично. Вон там еще, посмотрите по блоку, дорожка пошла. Видите? Блин, не могу отстроиться. Вот она, дорожка из антифриза. Выше потекло. Давайте еще попробуем сверху посмотреть. Здесь сверху не очень все хорошо видно, очень мало места. Видно только, что по блоку стекает антифриз. Тут немного вариантов. Первый вариант, что это прокладка под корпусом масляного фильтра, что является наиболее вероятным, потому что эта проблема часто встречается на этих моторах, на двухлитровых моторах, на этих. И второй вариант, что над фильтром идет пластиковая трубка. Вот на нее шланг приходит. И может что-то случилось с этой трубкой, треснуло и оттуда течет. Но обычно, как говорил, течет именно по прокладке под корпусом масляного фильтра. Сейчас будем разбираться, убеждаться, так ли это. Что сделаем? Для начала здесь беру клапан, я сниму штекер, открутим болт крепления и на трубках уведем его в сторону. Откручиваем крышку масляного фильтра, которая здесь находится под данным клапаном. Доставим фильтр. Здесь внутри корпуса что-то ветошь засунуло в качестве заглушки, чтобы случайно внутрь ничего не попало. Так, и теперь уберем воздухозабор. Сначала убираем верхний элемент, крышку, она на защелках. Здесь такие усики небольшие, их оттягиваем. Крышку убираем. Далее вот эта часть поднимается здесь из посадочного и вытягивается из корпуса латушного фильтра. Плотновато она конечно сидит на корпусе. Видите, пришлось немного повозиться. И что? Вот эту часть тоже хочу убрать. Она крепится двумя саморезами. Здесь вот только 125 к телевизору. Все это можно, конечно, делать именно по воздуховоду, но мне так удобнее будет производить съемку и, конечно, место побольше для работы. Вот, кстати, саморезы, помимо того, что имеют отверстие посадочное под 225 еще, имеют пропил под шлицевую отвертку, потому что можно их отверткой также откручивать. Все, убираем. Теперь здесь со стороны впускного коллектора сниму штекер заслонки, чтобы он не мешал. И здесь откручиваем червячный хомут, крепление. Патрубка подачи воздуха на впуск. Немного воздуховод стянул с посадочного на заслонке. Смотрите, здесь вот патрубок резиновый, да? Дальше он переходит в пластиковый воздуховод. И я хочу снять сам патрубок вместе с пластиковым воздуховодом. Почему нам надо это сделать? Потому что здесь, по левой стороне корпуса масляного фильтра, корпус щупа установлен на защелке на посадочном на корпус масляного фильтра. Нам необходимо клипсу достать. И если мы не снимем воздуховод, то мы просто не доберемся до туда. Так-то, в принципе, можно было откручивать все и стягивать вниз сам маслохладитель, но мешает щуп. Поэтому сейчас здесь я немножко отклею, что тут присохло, приклеилось от времени уже на посадочном. Так. И перейдем к низу автомобиля. Будем там разбирать. Сольем антифриз. Уберем кое-какие патрубки системы охлаждения, что нам мешают. Уберем воздуховод, если получится добраться там до крепления снизу. И потом уже открутим корпус масляного фильтра. Автомобиль вывесили. Если смотреть на радиатор, никакого сливного краника нет на радиаторе. Поэтому снимем, стянем один из патрубков системы охлаждения. Даже не один. Уберем раз, два. Этот можно не трогать. А можно и стянуть. Также вот три патрубка. Потом можно убрать еще и промежуточный насос электрический, чтобы удобно было работать. Как говорится, это не обязательно делать, но почему бы и нет, если там один болт, два открутить. Этот большой патрубок убираем, чтобы можно было добраться до воздуховода. Там повыше крепление, болт крепления. И потом его вниз убрать. Разделенем также со стороны интеркулера. И полностью воздуховод уберем. Эти патрубки убираем, чтобы удобнее было работать. Чтобы было возможность добраться до нижних болтов и маслохладителя. Патрубки системы охлаждения разъединил. Здесь короткий полностью снял. Этот нижний, который идет от радиатора, убрал в сторону. Сейчас открутим хомут воздуховода. Здесь именно разъединим патрубок с пластиковой частью. Здесь штекер датчика стянем. И болт крепления пластиковой части. Подтург затрится вверху. Откручиваем его и стянем полностью. Уберем пластиковую часть воздуховода с верхним патрубком. Болт крепления сверху я открутил. Смотрите, тут еще один болт крепления со стороны шкива коленвала. Видите, не видел его сразу. Так же подтург сотрится. Всего откручиваем. Уже можно будет отодвинуть воздуховод полностью, убрать его. Убрали воздуховод. Вот корпус масляного фильтра. До него добрались. Вот на нем, видите, крепится корпус щупа повыше чуть-чуть. Плюс еще один патрубок нам надо стянуть. Уберу все-таки насос и системы охлаждения, чтобы не мешал мне здесь один болт открутить, снять штекер. Стянем патрубок, который идет на корпус масляного фильтра. Вот он. И этот патрубок тоже уберу, чтобы поудобнее нам было работать. Так же стягиваем хомут и патрубок убираем. Убрали все патрубки. Теперь снимем штекер с датчика коленвала. Здесь нажимаем на язычок и стягиваем штекер вверх. Стандартный штекер Volkswagen. Вот язычок. Нажали, стянули. Здесь выщелкну жгут с корпуса щупа. И чуть-чуть в сторону уберу. Так, поудобнее будет нам работать. И осталось корпус щупа разъединить, отсоединить или разъединить от корпуса масляного фильтра. Вот крепление. Состоит из двух частей. Такая клипса. Сначала верхнюю часть поднимаем. И потом внутреннюю извлекаем из посадочного. Удобнее всего использовать вот такой клипсодер в виде вилки. Под верхнюю часть его заводим. Извлекаем центральный штифт. Видите, сразу получилось и внутреннюю, и наружнюю часть извлечь. Вот такая клипса. И теперь, видите, щуп отходит от корпуса масляного фильтра. Можем, в принципе, уже заняться самим корпусом. Осталось спустить четыре болта. Раз, два, повыше там три. И с этой стороны четыре. Вот они видны. Все болты под звезду М8 откручиваем и демонтируем корпус масляного фильтра. Демонтировали корпус масляного фильтра. И что здесь видим. Смотрите, вот это прокладка на систему охлаждения. То есть здесь проходит антифриз. Это три окна под масляную систему. Под систему с маслом. И видите, что прокладка вырвана, треснула. Но здесь все не так просто оказалось. Видите, ее раздуло. Если посмотреть внутрь, что у нас тут. Видно, что кусок корпуса отколот. Видите? Что здесь произошло, неизвестно. Возможно, что-то откручивали, закручивали, пережали, не дожали, не знаю. Но факт в том, что корпус масляного фильтра здесь придется заменить. Изначально я рассчитывал, что придется заменить только прокладки. Поэтому будут заказаны прокладки. Поэтому в данном случае я вам покажу номера и прокладок, скажу, и корпуса масляного фильтра. Прокладки, конечно же, вернем обратно. Но корпус придется установить новый. Вот такая история. Обычно просто прокладка усыхает очень сильно. Вот эта. Именно вот эта маленькая, которая идет на систему охлаждения. Она усыхает и здесь начинает течь. Именно вот по стыку корпуса под отверстие болта или втулки этой металлической. И здесь пробивает обычно прокладку и она начинает течь. Ну, в данном случае что-то случилось посерьезнее. Понятно, конечно, что. Но что-то здесь произошло. Итак, что было заказано изначально. Изначально я заказал два комплекта прокладок. Вот. Это прокладки под корпус масляного фильтра. То есть они устанавливаются здесь. Вот маленькое колечко и прокладка побольше. Сюда устанавливаются. И второй комплект из трех уплотнительных элементов. Видите? Кольцо, кольцо и вал с кольцом. Данные уплотнительные кольца устанавливаются здесь между самим охладителем и корпусом основного фильтра. Вот здесь. Планировалось сразу заменить и здесь и здесь, чтобы больше не возвращаться туда. Но, как видите, прокладки нам данные не пригодятся, а пригодится целиком корпус. Номера прокладок по L-Ring. Это прокладки под охладитель. Это прокладки также L-Ring под сам корпус. Вот здесь устанавливаются. Далее был заказан корпус масляного фильтра. Я уже сравнил, посмотрел, что такое по FEB. Вот номер. Корпус масляного фильтра идет сразу с уплотнительными элементами. Вот они установлены. Видите, здесь все целое, все аккуратное. С противоположной стороны также прокладки установлены. И сразу снова масляный фильтр. Здесь ничего раскручивать и закручивать не надо второй раз. Просто установить на место. Сейчас произведем замену маслохладителя. установим его на новый корпус масляного фильтра. И перейдем к установке уже данного элемента, данного запчасти на двигатель. Сейчас помою его, почищу поверхность подливания. Будем установить на новый корпус масляного фильтра. Вот так получше он выглядит. Установим на корпус масляного фильтра. И зажимаем болты. Устанавливается маслохладитель только в одном положении. Есть направляющие. Перепутать тут ничего не перепутаем. Установили маслоохладитель на место. И теперь корпус масляного фильтра у нас готов. По дальнейшей установке его уже на двигатель. Здесь, как помните, масляный фильтр уже установлен. После того, как мы все соберем, нам останется всего лишь слить масло с двигателя. И залить новое. Желательно заменить масло, даже если оно недавно было поменено здесь. Почему? Потому что часть антифриза все равно попала в систему смазки. Когда мы здесь все разбирали. И желательно, конечно, масло обновить. Сейчас будет сборка. Никаких вопросов, нюансов не должно возникать. Все собирается в обратной последовательности. Что будет показано на видео. Но уже, как всегда, в ускоренном варианте. Если данное видео вам понравилось. Особенно если оно было чем-то полезным для вас. Обязательно ставьте лайк. Пишите комментарии. И подписывайтесь на канал. С вами была Арти. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А в наши мечты.